здравствуйте дорогие друзья сегодня мы поговорим про трудности в обучении раньше мы с вами говорили про всякие аутические состояния включающие регресс в навыках без такого регресса задержки развития синдром аспергера а вот сегодня вот хочется поговорить про трудности в обучении вот казалось бы какая связь между аутизмом и скажем невосприятием информации на слух дислексии или какой-нибудь дисграфии или еще чем-нибудь таким ведь это же небо и земля если посмотреть ребенок с трудностями в обучении он по всем параметрам нормальный обычный ребенок ну вот читать почему-то не может вот буквы у него слова не складываются или там с письмом никак то есть вот не способен грамотность освоить вот как ты вот его не долбил но все равно не может усвоить почему здесь а они а и почему там короче почему нужно писать так а не иначе собственно родители редко переживают в таких случаях но подумаешь там ребенок с дискалькулией но не будет там бухгалтером не будет математиком в общем есть много других профессий и на первый взгляд в общем это все верно а тем не менее общее есть собственно все вот эти вот трудности в обучении они тоже не на пустом месте это причина их это тоже повреждение в некоторых областях головного мозга просто это повреждение совершенно минимальное то есть если аутиста это повреждение более сильное то ребенка с дислексией это поражение занимает более ограниченный участок мозга и гораздо менее глубокая и тем не менее если ребенок не способен там сложить буквы слова или решить простую задачку из-за того что у него легкое повреждение коры головного мозга то это все-таки проблема такие дети могут очень даже хорошо учиться собственно надо сказать вспоминаю вот мое детство мне кажется что большинство двоечников в моем классе они были именно детьми вот с такими вот трудностями в обучении то есть никто ими особо не занимался и никто в те времена вообще не знал про это то есть просто про них говорили а это плохой ребенок он двоечник и что с него взять и в общем короче эти дети были бедные несчастные потому что продвинуться в жизни у них не было ни малейшего шанса сегодня есть гораздо больше информации на эту тему этими детьми занимаются им дают дополнительные уроки дополнительные занятия иногда вы с ними занимаются специальные педагоги которые умеют там применять специальные педагогические методы чтобы эти дети как-то там учились лучше и многие из этих детей вполне успешно заканчивают школу и многие даже с очень хорошим аттестатом мальчики как правило менее усидчивые им сложнее осваивать школьную программу имея такие отклонения и поэтому успех в учебе у мальчиков как правило зависит от их мам и вот здесь эти просто доблестные мамы вот я просто снимаю шляпу перед ними то есть это мама должна с ребенком пройти все сколько-то там лет средней школы а потом возможно если ребенок все-таки выбирает поступать в вуз возможным понадобится помощи дальше девочки в силу больше послушности и усидчивости они как-то часто молча преодолевают свои трудности особенно если эти трудности но не очень большие и скажем так мы знаем случаи когда родители даже не подозревают какой ценой дочери достался приличный аттестат собственно на первый взгляд все кончилось хорошо аттестат получен можно идти получать профессию что дальше вот что с такими людьми происходит дальше дальше они продолжают идти по жизни уже прекрасно понимая все свои слабости все свои особенности уже зная все свои лайфхаки как им компенсировать свои недостатки как преодолевать свои проблемы иногда это очень и очень непросто и зачастую их жизни в общем непроста всю их жизнь например и я знаю одну девочку с дислексией так она никогда не полагается нас не на свою память не на письменный материал потому что она не усваивает как бы из книг поэтому на все лекции она берет с собой диктофон она все лекции записывает на этот диктофон а потом после занятий крови когда уже там все ее соученики уже пошли там отдыхать развлекаться она сидит и слушает эти лекции заново причем неоднократно и практически выучивает их наизусть а ведь помимо этого есть еще домашние задания которые тоже нужно делать то есть ее жизнь практически вся посвящается учебе то есть у нее практически нет личной жизни и у нее удивительно сильная воля у этой девочки что есть далеко не у каждого и просто тоже когда вот я на такое смотрю я поражаюсь терпению этих людей этому я так точно не смогла или вот другой пример скажем женщина уже средних лет она освоила хорошую специальность специальность требует переэкзаменовки сертификации раз там в какой-то период и каждый экзамен это сильнейший стресс собственно это всегда стресс но когда человек с трудом воспринимает новую информацию то есть собственно практически не воспринимаете вот скажем там на слух или считывая то ему приходится изобретать там всякие способы например хорошо если есть лекции можно послушать а если не лекции а просто распространяют материал который вот он напечатан и пожалуйста учись да то тогда приходится такой материал за сначала надиктовать на диктофона потом уже слушать уже собственно то что надиктовали или просить кого-то а если это включает еще какие-то формулы то это вообще становится очень тяжело а может быть даже невозможно и собственно вот среди даже родителей тех детей которые к нам приезжают мы часто встречаем таких взрослых которые всю жизнь мучились от какого-то такого ограничения и вот только приехав к нам они понимают что причина именно в том что когда-то у их матери были тяжелые роды это была гипоксия и они родились с небольшим повреждением мозга который не было полностью компенсировано иногда к этому приводит общий наркоз там после при тяжелом заболевании там в общем есть разные варианты почему это происходит и скажем так это довольно таки распространенная ситуация вопрос можно ли помочь таким людям и ответ да можно поскольку повреждения очень маленькая в таких случаях то даже во взрослом возрасте человек под нашим воздействием очень успешно это залечивает и жизнь становится легче но тем не менее уже человек свою жизнь практически как бы уже прожил он уже сформировался то есть уже сформировались его комплексы неполноценности его ограничения некоторые выбрали профессию исходя из того что они могут освоить они исходя из того чтобы они хотели делать и это уже вещи которые в общем то не изменить поэтому чем в более раннем возрасте решаются эти проблемы тем лучше потом складывается жизнь человека спасибо до свидания спасибо